Космический старт Запускался первый спутник Чтобы рассказать о том, как это происходит И показать то, что остается, как правило, за кадром новостных репортажей Наша экспедиция сквозь время и пространство Отправилась на первый и самый большой космодром Земли Байконур Носитель вывозится на старт И, говоря профессиональным языком, вертикализируется за трое суток до пуска И сразу же с ним начинаются работы Которые расписаны по минутам Еще со времен Сергея Павловича Королева Со времен первых пусков Р-7 Со времен 15 мая 1957 года Заправка относится к третьему дню подготовки И заканчивается за 3 часа 45 минут до старта А уже через 15 минут за 2,5 часа экипаж занимает свои места в корабле Повторюсь, регламенту уже 60 с лишним лет И язык не поворачивается назвать это анахронизмом Это, скорее, здоровый консерватизм Потому что ничего лучшего пока, чем Союз Для вывода человека на орбиту не придумано И именно то, что этот регламент отработан десятилетиями Благодаря тому, что каждый шаг выверен И обеспечивается та самая надежность, которая является коньком Союза Надежность значит безопасность Путь ракеты на стартовую площадку начинается в конструкторском бюро В случае с Союзом это особенно показательно Поскольку для своего времени это была абсолютно революционная конструкция Не имеющая никаких аналогов Интересно, что по прошествии более полувека она таковой и остается Причем конструкция ракеты не только вызвала к жизни Новый регламент подготовки к старту Но и всю стартовую инфраструктуру Включая конструкцию площадки и стартового стола Получилось довольно громоздко Да и спрятать Р-7 в силу ее пакетной конфигурации в шахту было невозможно Хранить эту ракету в заправленном состоянии было проблематично Кислород быстро испарялся А подготовка к старту с заправкой занимала минимум 6-7 часов Таким образом это оружие, не способное быстро нанести ответный удар Само становилось прекрасной целью для противника Даже сомнительным боевой эффект такой ракеты назвать сложно Конечно, до появления межконтинентальных носителей у США Р-7 сыграла важную сдерживающую роль Но прогресс в области боевых баллистических ракет был неумолим Уже через три года после первого полета Р-7 Появились проекты, которые могли вообще перевернуть ход истории И о них сегодня напоминает экспозиция в закрытом музее РКЦ «Энергия» В 1950 году несколько отделов НИИ-88, который занимался разработкой ракетной техники самого широкого спектра реорганизуются в ОКБ-1, который возглавляет Сергей Королев ОКБ-1 работает над созданием дальних баллистических ракет, систем управления, а позже и космической техники включая пилотируемые и межпланетные аппараты Именно здесь созданы все знаковые для мировой космической программы объекты И первый спутник, и первые межпланетные станции для исследований Луны, Марса и Венеры И сверхтяжелая ракета «Энергия» И российские модули Международной космической станции И, возможно, самое известное детище ОКБ-1 Легендарный носитель «Союз» На данный момент единственное средство доставки человека в космос История ракеты Р-7, первой межконтинентальной, баллистической, способной нести термоядерный заряд И вместе с тем, ставшей первым в истории человечества средством вывода на космическую орбиту Сначала искусственных спутников, потом животных, а потом и людей, хорошо известно А вот еще один гораздо менее известный проект на стыке космических и военных технологий Несостоявшаяся ракета ГР-1 Эта трехступенчатая ракета обеспечивала вывод на орбиту ядерной боеголовки Которая могла находиться там неограниченное количество времени И в любой нужный момент, буквально по щелчку, включив режим торможения, пикировать вниз на нужный объект И против этого оружия не было спасения, и никакая противоракетная оборона не могла его остановить Однако в 1964 году Советский Союз присоединился к конвенции о запрещении размещения ядерного оружия в космическом пространстве И все работы по ГР-1 были остановлены Более того, первый человек только полетел в космос, а уже началась разработка ракеты Н-1 Сверхтяжелой для доставки на Луну спускаемого аппарата с человеком на борту Пятиступенчатая ракета Н-1 высотой 105 метров и стартовой массой 2950 тонн была способна вывести до 100 тонн на низкие земные орбиты или до 35 тонн на лунную орбиту включая сам лунный модуль весом в 5,5 тонн Для проекта Н-1 на Байконуре был построен новый монтажно-испытательный комплекс новая стартовая площадка и вся эта инфраструктура позже была использована для программы «Энергия Буран» Грандиозный проект стометровой ракеты Н-1, увы, не состоялся ведь это была абсолютно мирная ракета, которая не имела двойного назначения Именно она должна была вывести первый советский лунный модуль на поверхность естественного спутника Земли Именно она должна была дать старт советской лунной программе Ее называли лунная ракета Увы, после четырех неудачных пусков все работы по проекту Н-1 были остановлены И советский лунный модуль так и остался на Земле здесь, в помещениях НПО «Энергия» А ведь это, между прочим, летный образец Так уж вышло, что сил и средств довести проект Н-1 не хватило Следующая ставка была сделана на перспективный носитель «Энергия» работы по которому начались в 1976 году с использованием наработок по Н-1 Он был рассчитан на доставку тех же 100 тонн на низкие орбиты а с меньшими нагрузками на полеты к Луне и Марсу Ну и, конечно, именно энергия должна была вывести на орбиту многоразовый корабль «Буран» к ульминации советской космической программы Энергия летала дважды В 1987 году сама и в 1988 году с «Бураном» Оба раза успешно, но после этого тишина Ракету, которая до сих пор остается самой мощной, сверхтяжелой в истории мировой космонавтики просто похоронили заживо Пилотируемый многоразовый корабль «Заря» увы, тоже так и остался в виде опытного образца Начавшиеся в 1985 году работы по опередившему время аппарату в 1989 из-за отсутствия финансирования были прекращены И вот «семерка», уже эволюционировавшая в «Союз» в паре с одноименным кораблем осталась без альтернативы Сложная инфраструктура, которой не позволила Р-7 стать надежным ядерным щитом Родины, служит до сих пор, помогая стране сохранять статус одной из ведущих космических держав Но что представляет собой тот комплекс, что обеспечивает сегодня полет человека в космос? Стартовые монтажно-испытательные площадки «Союзов» работают в Плесецке и на Байконуре Плесецк обеспечивает запуск спутников в Байконур как автоматических, так и пилотируемых аппаратов Но инфраструктура одинакова, и на момент своего появления она не имела аналогов мировой практики А конструкция стартового стола и вовсе так и осталась неповторима Наши «Мерседес-Бенц-Х-класса» везут нас на Байконур, где мы сможем в прямом смысле слова прикоснуться к тому, что обеспечило полет искусственного спутника Земли уже через 10 лет после пуска первой трофейной баллистической ракеты А еще через неполных 4 года на космическую орбиту поднялся корабль с человеком на борту Для сравнения, чтобы пройти путь от первого самобеглого экипажа конструкции Карла Бенца 1886 года до современного автомобиля, совмещающего комфорт и управляемость седана с функционалом небольшого грузовика безопасного, экологичного, мощного и экономичного одновременно человеку потребовалось в 10 раз больше времени, 130 лет Казалось бы, вот она динамика прогресса Но космический рывок был бы невозможен без опыта и технологической базы которых у Карла Бенца не было А в СССР уже к старту космической программы существовала мощная авиационная промышленность Развивалась металлургия А необходимость в кратчайшие сроки скопировать немецкую Фау-2 превратив ее в советскую Р-1 стала лишним импульсом к освоению новых технологий Уральское урочище Пороги с плотиной гидроэлектростанции на реке Большая Садка и вот с этим постиндустриальным пейзажем конечно, не имеет прямого отношения к истории отечественной космонавтики Но именно здесь, в 1910 году заработал завод по производству ферросплавов первый в России А ведь без сплавов невозможно себе представить ни развитие оборонной промышленности ни современное машиностроение Ферросплавы – это сплавы железа с хромом, кремнием, магнием и другими элементами для легирования то есть придания особых свойств черным и цветным металлам Без этой технологии невозможно создание оружейных материалов, брони, высокопрочных сталей Строительство завода ферросплавов в урочище Пороги на реке Садка началось в 1904 году Руководил проектом горный инженер Александр Шуппи Существовавшая технология требовала применения электрических печей а значит, был необходим мощный источник электроэнергии По проекту профессора Бахметьева была построена плотина и гидроэлектростанция с двумя турбинами мощностью по 400 лошадиных сил для питания печей и в 50 лошадиных сил для освещения завода и поселка Инвесторами стали граф и графиня Мордвиновы До начала 30-х годов, когда заработал Челябинский электрометаллургический комбинат завод Пороги был единственным в стране предприятием по выпуску ферросплавов В 1971 году завод переориентирован на производство магнезитового порошка В 2001 ликвидирован как нерентабельный В 2017 году здание ГЭС затопило Уникальный объект начал разрушаться Ну вот простой пример Когда во время Второй мировой войны группа немца Вернера фон Брауна создавала первую в мире баллистическую ракету Фау-2 уже тогда использовалось 89 марок стали Впечатляет, согласитесь Когда Сергей Павлович Королев по образу и подобию Фау делал свою Р-1 то число марок сократилось до 32, но все равно много Так что создавая свое уральское электрометаллургическое товарищество брат и сестра князь и княгиня Мордвиновы и горный инженер Шуппи обеспечили прекрасный задел отечественной металлургии Конечно, это было лирическое отступление, исторический экскурс Для советской космической программы новые материалы и технологии разрабатывались в десятках НИИ Причем не только для ракетоносителей космических аппаратов но и для системы старта Однако вначале нужно было создать небывалую конструкцию стартовой позиции под небывалую же компоновку ракеты Вспомним, что отсутствие мощных двигателей способных оторвать от земли 180 тонн вынудило Сергея Павловича Королева и его соратников использовать пакетную компоновку Четыре двигателя размещались в блоках первой ступени установленных вокруг второй где находился пятый двигатель Итак, мы приехали на Байконур чтобы своими глазами увидеть как смело были отброшены стереотипы которые только начали формироваться как пришлось многое делать с чистого листа отбросив уже существующий пусть и недолгий опыт Принятые в Москве решения реализовывались прежде всего здесь на площадке номер 2 Байконура в МИКе Аббревиатура МИК Монтажный испытательный комплекс для космической отрасли Сакральна Именно в этих сооружениях происходит окончательная досборка ракеты Именно отсюда она выходит на стартовую позицию Вот это первый Байконурский МИК Именно здесь проходили работы по подготовке к стартам ракет Р-7 и их гражданских версий тех самых, что выводили на орбиту и первый спутник, и первых космонавтов Сегодня здесь царит запустение но объясняется оно не безхозяйственностью Дело в том, что такие сооружения как инструмент, как молоток, как пассатижи отработали свое и кладутся на полку консервируются Ведь вписать в современную инфраструктуру древний монтажно-испытательный комплекс просто невозможно А когда-то во второй половине пятидесятых, в шестидесятых здесь кипела жизнь Вторая площадка, как назывался МИК была главной на космодроме Академик Борис Черток первый заместитель Сергея Павловича Кролёва вспоминает, что когда у них в КБ оказался чертеж будущего МИКа, то сотрудники были поражены размерами здания, в которые мог въехать тепловоз, и казалось, что всем там хватит места, но в результате когда все съехались выяснилось, что места фатально не хватает и многие были вынуждены жить и даже работать в вагонах, которые поставили на соседних путях и вообще до 1955 года казалось, что МИК должен иметь совсем другую конфигурацию он мог быть не горизонтальным а вертикальным ведь в 1955 году Владимир Бармин тогда руководивший конструкторским бюро общего машиностроения предложил Сергею Павловичу вертикальную схему сборки ракеты Р-7 и соответственно на ее вертикальную транспортировку до стартовой площадки эту схему сегодня используют частности американцы и европейцы но для ракеты пакетной компоновки она была неприменима и у Сергея Павловича Кролева нашлись веские аргументы против возражение первое в этой ситуации ракета должна была бы опираться собственным весом на стартовую площадку когда речь шла о ракетах однокорпусных проблем не было но пакетная компоновка должна была выдерживать огромную нагрузку заправленной ракеты и ее нужно было бы для этого усиливать усиление лишний вес который требовалось выводить на орбиту это было просто бессмысленно ну и второе вертикально стоящая ракета имел очень высокую парусность и ее мог завалить ветер силой 15-20 метров в секунду а такие ветры на Байконуре не редкость решение этой проблемы можно преподавать в любом техническом университете мира как пример цепочки изящных единственно верных и предельно лаконичных инженерных и конструкторских предложений мы отправляемся на стартовую позицию на легендарный гагаринский старт чтобы дальше проследовать за ходом мысли создателей R7 выход из создавшегося тупика был найден внутри самого КБ Королева было принято решение собирать ракету горизонтально да собирать ее уже вот на таких транспортировочных устройствах и в горизонтальном положении вывозить на стартовую площадку где потом извините за профессионализм вертикализировать интересно что много позже это решение которое исключительно свойственно для отечественной космонавтики вступило в некий конфликт с традицией европейского космического агентства американской школы когда на космодроме в Куру французские спутники стали выводиться при помощи отечественных ракет-носителей Союз привезенный первый спутник наши специалисты попытались положить горизонтально чтобы пристыковать к ракете и французы пришли в ужас нельзя класть горизонтально не рассчитано на горизонтальные нагрузки только на вертикальные и вот как раз тогда родилась концепция подвижной мобильной башни обслуживания Союз собирают горизонтально в МИКе как и принято здесь и в Плесецке затем вертикализируют и уже потом в вертикальном положении ставят спутник вот такая комбинированная схема но она работает площадка номер один Байконура известная больше как Гагаринский старт построена в 1956 году первая стартовая позиция для испытаний и пусков ракет Р-7 именно с нее был произведен первый успешный старт Р-7 запуск носителя первого искусственного спутника Земли первых аппаратов для исследования Луны и первого человека в космос до сих пор несет основную нагрузку по запуску пилотируемых космических кораблей тогда стало очевидно что ракета пакетной компоновки не может стоять под собственным весом на стартовом столе нужно было искать иное решение проблемы и оно было найдено вот изящная схема применимая исключительно для ракеты Р-7 и затем для ракет Союз опоры словно обнимают подвешенную в воздухе ракету над стартовой площадкой и в тот момент когда двигатели набирают достаточную тягу чтобы оторвать ракету от земли эти самые опоры расходятся как лепестки у открывающегося цветка интересно что американские специалисты очень долго пытались понять каким образом происходит синхронизация этих самых опор какова должна быть компьютерная программа которая заставляет с долей секунды открываться этим металлическим конструкциям в результате оказалось что все основано на законах физики и изюминка конструкции вот эти желтые противовесы именно они заставляют эти конструкции откидываться все гениальное просто Гагаринский старт стал первым но не единственным подобным сооружением это реализация типового по сути проекта ведь изначально вспомним ракета боевая так что надо было создавать по стране много таких боевых позиций именно поэтому королев очень требовательно подходил к проекту он утвердил только 38 вариант отвергнув предыдущие интересно что самым перспективным местом для оборудования позиции Р-7 с военной точки зрения считался север архангельской области тут до американского континента через северный ледовитый океан рукой подать и в 1957 году начинается строительство объекта ангара будущего космодрома Плесецк первый государственный испытательный космодром министерства обороны принял ракеты Р-7 и Р-9 на боевое дежурство в 1964 году за свою историю он осуществил свыше двух тысяч космических пусков в настоящее время располагает возможностями для пуска легких средних и тяжелых носителей включая ракеты семейство союз и ангара всего стартовых столов под ракету Р-7 было построено шесть по одному проекту типовых четыре здесь в Плесецке кстати вот этот номер четыре и два на Байконуре интересно что знаменитый гагаринский старт тоже был изначально площадкой под Р-7 и он имеет номер пятый изначально эти циклопические сооружения были рассчитаны на 50 пусков но реальность такова до сих пор с них уходили и уходят практически все модификации союзов наследников знаменитой Р-7 в частности вот с этого четвертого стола было совершено уже почти 300 пусков и это далеко не предел какая же прочность была заложена в эти конструкции интересно что когда Сергей Павлович Королев подписывал тот самый 38 вариант проекта стартовой площадки он начертал прямо на документации только на 10 пусков в результате отсюда с гагаринского старта произведено уже более 500 пусков на момент съемки нашего фильма и ресурс этой площадки еще не исчерпан сколько еще прослужит гагаринский старт по крайней мере на конец 2018 года официальных заявлений о прекращении пусков с этой позиции не было правда надо заметить что конструкция стартового комплекса модернизируется вместе с усовершенствованием носителей если посмотреть на фото 57 года заметно что и фермы стали выше подросли и башни обслуживания да и ракеты теперь собирают в другом миге но регламент по которому происходит досборка носителя и его стыковка с полезной нагрузкой спутником или пилотируемым кораблем одинаково и для байконура и для плесецка и для восточного и по сути является эволюцией той технологии что была разработана еще для первых семерок ну а параллельно с досборкой ракеты космонавты проходят так называемую примерку за три дня до старта усаживаются в уже пристыкованный корабль и уже буквально через несколько часов начинается вывоз носителя со скоростью 5 километров в час поезд с ракетой и вагонами энергообеспечения перемещается к стартовой площадке кстати за этой процедурой порой наблюдают дублеры основного экипажа интересная деталь даже при королеве когда паровозная тяга использовалась еще повсеместно ракеты всегда вывозили только тепловозами как более совершенными машинами ну а дальше установка ракеты на стартовую позицию проверка систем заправка посадки экипажа командир который сидит в середине кстати занимает свое место последний ну а дальше долгие десятки минут ожидания пока проходят последние подготовительные операции команды конечно с годами изменилась система управления но принципиальная последовательность операции осталась прежней как и было запуском и первого спутника и полетом гагарина ценность вот этой реликвии вполне сопоставима с ценностью для истории стартовой площадки ракет союз в прошлом r7 того самого гагаринского старта этот центральный пульт пуска обеспечивал старт всех ракет с байконура с 57 по 64 год то есть это и первый спутник и гагарин и все первые космонавты вот он заветный слот заветная скважина для ключа который кстати очень похож на обычный квартирный но с другой стороны какой должна быть еще дверь в космос по команде командира пуска оператор вставлял ключ по команде ключ на дренаж поворачивал его и нажимал кнопку пуск все дальше все операции выполняла автоматика никакой прямой связи между кнопкой и запуском двигателя не было не верьте художественным фильмом отчет шел поэтапно загорались трафареты оповещая о том что очередная операция выполнена последний трафарет самый магический на нем написано подъем и вот тот самый волнующий момент старт очередная экспедиция мкс отправляется на орбиту зависимости от программы полета или через шесть часов или через двое суток они встретятся с коллегами и начнут осваиваться в своем новом космическом доме ну а мы едем джасказганскую степь встречать тех кто уже сдал космическую вахту самое главное и и и и и Субтитры подогнал «Симон»